Короче, сегодня к моим родителям из ФСБ пришли По поводу меня Могу вкратце рассказать историю вообще, что произошло, как это было Но это уже не первый раз происходит, когда приходят к моим родителям Это уже четвёртый раз, когда приходят Четвёртый раз, блядь Четвёртый раз Четвёртый раз приходят уже Но они приходили долго Полгода, даже больше не приходили И опять, сука, решили Но в этот раз по какой причине, спросите вы А я сейчас отвечу Короче, сегодня утром, рано утром К моим родителям снова припёрлись из ФСБ Пришёл один мужчина такой, знаете ли Там за документами Федеральная служба безопасности Туда-сюда, короче говоря И давай опять вопросы задавать про меня Из интересных Он зачем-то начал спрашивать, как я учился Типа, хорошо или плохо Где я учился Типа, в какой школе я учился В каком учебном заведении я учился Зачем, когда мне уже, как бы, извините, сколько лет И последний раз я в школе, там, или, соответственно, в ПТУ, да, я был уже, когда? 15 лет назад, 10, 10, сколько лет прошло? 12 лет назад На хуя ему это знать? При этом Он спросил Мои контакты Номер, блядь, телефона ФСБшник, блядь, спрашивает номер моего телефона Как будто бы они не знают Для чего? Я просто знаю Это какое-то психологическое давление или что? Но зачем это спрашивать? Я тоже не понял Потому что у них есть Возможно, он хотел Хотел получить американские номеры телефона То есть, возможно, у них есть российские Но, может быть, что-то у них не получилось со мной связаться Вот И они хотели И думали, что им сейчас родители скажут Мой американский Они не знают Мой американский номер телефона Почему они пришли? Как они сказали Он точнее Он пришел по доносу От какой-то блогерши из Москвы Какая-то блогерша из Москвы Накатала на меня донос Я знаю, что это за блогерша Ну, по крайней мере, предполагаю Это не Мизулина Ну, он бы не говорил, что это блогерша какая-то Хотя, может быть Я не знаю Может, он ее имел в виду Но я предполагаю Я предполагаю Что это Генсуха Да ладно, я шучу Это Рейх Атори Та самая ебанашка Эта ебаная тварь Вот Стримерша вот эта Зетная, короче говоря Рейх Атори, короче говоря Ну, вы помните, да? Которую мы забанили Блин, везде Где только можно Ну, эта гондониша Обиделась, походу Обиделась И решила на меня Накатать донос Лживый Наглый, лживый донос Да, опять же, там По всей этой старой теме Что якобы Я донатил там На ВСУ Короче говоря И что самое интересное На АЗОВ Блять Вот Каким нахуй Образом Где, когда Почему Я не знаю В доносах, видимо Это так работает Там похуй Лишь бы написать И все Разобраться там Как-то Может пруфы какие-то Ах Просто типа Блять Главное написать Главное Вкинуть Насрать И все То есть Я так понимаю Ну, любого Можно любую херню Написать в России Да И к тебе сразу Прибежит ФСБшник Будет тебя Доебывать Потому что Видите ли Ему написали И он начал Задавать вопросы Чтобы вы понимали Он задавал вопросы Про Дениса Христова Которому машину купили Он говорит Вот этот вот Соответственно Денис Христов Голландец У него же Скажем так Да Псевдоним Голландец Он начал При него говорить Типа Вот Соответственно Голландец Он Че-то Блять Азову Помогал И я такой Думаю Чего Нахуй Какому Блять Азову Я ему Купил машину Чтобы он Вывозил Мирное Население Есть Пруфы Есть Доказательства Есть Чек Блять На машину И так Далее Вот И короче Говоря Задавал Кучу Вопросов Моим Родителям Пятое Десятое Там Вот это Вот все Что я Уже Перечислил Потом Начал Про голландца Говорить Также Сказал Что Если Подтвердится Что Ваш Сын Донатил На ВСУ То Мы Заведем Уголовное Дело Я то Уверен Что Это Не Подтвердится Я то Знаю Блять Потому Что Этого Не Было Вот Быстрый Спойлерю Ты Можешь На нее За клевету Доебаться Без Проблем Для себя Я знаю И будешь ли Ну типа Надо Как бы Или Терпила Не Я знаю Что я За клевету Могу В ответ Подать На нее Ну Опять же Мне же Надо Получить Вот этот Донос От нее Как то То есть Какой то ФСБшник Пришел Я не понимаю Сука Дебилы Блять Из ФСБ Вы че Не можете Мне позвонить Уж извините Но вы не можете Мне позвонить Блять Сами На кой Хрен Вы ходите К родителям Че вы там Блять Потеряли Вы же Блять Причем Он приходит Говорит Ну Вы знаете Да Он в Америке Живет А вы знаете Что он в Америке Живет С женщиной Да Ну Они даже Про Алину Там Че Тоби Пизда Они даже Про Алину Че Там Пытались На Накопать Вы понимаете Узнали Что я тут Не один Живу А Женщина Какая Блять Разница Вообще Я не понимаю Это уголовная Статья Или что Эй Блять Причем Что самое Интересное Помните Я в телеграме Они начали Спрашивать Моего бати Типа Вы общаетесь С сыном А вы С сыном Общаетесь Там и так далее Вот это Вот все Да Я как-то К себе В телеграм Канал Скидывал Фотографию Собак Которые живут С моими родителями После вопроса О том Общается Ли Со мной Батя А фсбшенька Такой Говорит Ну вы же Скидывайте Сыну Фотки Со своими Собаками Как вы думаете Как он узнал А вот В моей телеге Увидел Это В моем Телеграм Канале То есть Это означает Что они Читают Мои посты В телеге Они Блять Увидели Фотографии С собаками В моем Телеграм Канале И Предъявили Бате Типа Вот вы Общаетесь С сыном Я поэтому И пост Сделал С себя В ТГ Вот Я поэтому И пост Себя Сделал Типа Вот буквально Обратился Они же читают Вот они По любому Это должны Теперь прочитать Вот пожалуйста Читайте Имейте ввиду Что вам Доносят Сумасшедшие Женщины Хуйню А она Реально Нездоровая На голову Ну мне так Кажется Я предполагаю Что она Ментально Нездоровая Она вам Пишет Хуйню Доносит Клевету На меня И вы Своё время Тратите На какую-то Хрень Вместо того Чтобы заниматься Реальными Делами Все так и Работает Все эти Ловите Реальных Преступников Вы тратите Время На меня Вы блять Ну реально Это же ФСБ Ебать Это не какой-то Полицейский ФСБшник Который С центра города Там я не знаю Поехал в другой район Пришел к моим родителям Их допрашивал Блять Не знаю Минут 30 Все это записывал Потом с этим С этой папочкой Он вернулся обратно Сейчас сидит Пытается что-то расследовать Искать каких-то ВСУ Блять То есть Это вообще Пиздец На это Тратится ресурс На это Тратится время Понимаете Он сидит В моем Телеграм Канале Рассматривает Фотографии С песиками Это Чтобы вы понимали Этим занимается ФСБшник Блять Мне казалось У них Ну как мне кажется Казалось Да Что Вроде как Дела должны быть Посерьезнее Нет Они сидят Рассматривают Писов Фотографии Принимают Блять Доносы От каких-то Сумасшедших Женщин Которые могут Чего угодно Написать В доносе Без подтверждения Он сам Блять Даже Ну он не знает Он приходит Садает вопрос Типа А че реально ВСУ донатил А вот если Мы найдем Так вы не найдете Нихуя Почему вы должны Искать Вам донос Написали Че в доносах Нет пруфов Что ли Так может быть Тогда это все Хуйня Я вообще В шоке Блять С того Как эта вся Хуйня Работает У них Как работает ФСБ Как работают Доносы Это вообще Трэш Какой-то То есть Им отправили Доносы Без пруфов Он теперь Бегает По городу Блять Ищет ВСУ И Азов Че Вот как Как Что это Вообще Такое А Что это Вообще Такое Что это Вообще Объясните Да че Хуйню Спамите Какую-то Блять Здравствуйте Губанов Александр Александрович Я Лопатин Алексей Викторович Начальник управления ФСБ России По Кемеровской области Мы увидели Ваше сообщение В телеграме О том Что вы готовы С нами разговаривать Так вот У нас к тебе Первый вопрос Сосал Мать твоя Блять Еще самое Забавное Он типа Предъявлял Там за Вот эти Вот ВСУ Типа Вот я там Отправлял Блять Туда-сюда И ему Батя говорит А вот Как бы Ну Он так же делал Сборы Вообще-то На этот Самый На Крокус Почему Вы на это Не обращаете Внимания Почему Вот вы Не учитываете Что он Делал Сборы На Крокус Он помогает Типа Там Мирному Населению Спасает Людей И так же Помогал На На Крокус Знаете Что ФСБшник Сказал А че Он Пруфу Не выложил Что он Помогает На Крокус Помогал Блять Ебать Мой Хуй В смысле Блять Я Пруфы Не выложил Об этом Новости Везде Были Я у себя В ТГ Об этом Писал Вы Собачек Увидели В моем Телеграм Канале А то Что я На Крокус Помог Вы Пропустили Это Пруфы Какие-то Нужны Тоже Пиздец Я Полляма Туда Отправил Я ХЗ Вообще Я Не знаю Вот Как Люди ФСБ Работают Понимаете Мне кажется Если бы Меня взяли ФСБ Работать Я бы Лучше Справился С работой Блять Серьезно Ну Там Мне кажется Не обязательно Образование Даже иметь Просто Надо Чтобы Мозги Работали Мне кажется Этого Достаточно То есть Они готовы Поверить На слово Какой-то Сумасшедшей Женщине Что я Донатил На ВСУ Ну Вот Если я Донатил На Крокус Дайте Пруфы Блять Алло 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 Блять Сука А вы Что думаете По этому Поводу Что там Еще было Интересного По сути Это все По классике Как и обычно Да Все что Мне уже Сдавали Ну не мне А моим родителям Эти вопросы Самые Да Сказали Ждать Они разбираются Теперь Будут Расследование Вести Удачи Но если что Вы реально Можете Обратиться Ко мне Вот если вы Там Читаете Или слушаете Что я говорю Я еще расскажу Я не донатил На высу Я не донатил На азов Блять И у меня есть Пруфы Пруфы Если они вам так нужны Напишите мне Я не знаю В телеграмм На почту Блять Ватсап На мой номер телефона Позвоните И так далее Че еще надо Так Господи Блять Это вообще Жесть На вайбер Можно На вайбер Нет Я вайбером Не интересно Как ты узнал Об этом И твоя первая реакция Как я узнал Блять Батя рассказал Какая моя Должна быть Реакция Если это четвертый раз Уже ко мне приходит Никак Я такой Дипа А ну Ок В очередной раз Пришли Это уже Меня не удивляет Это меня уже Не удивляет Я воспринимаю Это уже как должно Они реально Уже как в гости Домой приходят Точнее Как к себе Домой Они доебались Потому что Ты можешь смотреть Ютуб без VPN А ну да Точно Супер вообще Зачем твои родители Открывают дверь им Вообще В смысле Блять Ты что Представляешь Моим родителям Запереться Дома Забаррикадироваться Блять И вообще Ниакому Не открывать дверь Вообще Что ли дурак По-моему Только хуже будет Я думаю Что Он прекрасно Слышит Что дома Кто-то есть И если Ему не открывать Это еще Хуже будет Только Зачем Провоцировать Просто Им нужна Какая-то информация Но мои родители Нихуя не знают Обо мне Обращайтесь ко мне Я-то знаю У меня много Информации А что Как родители На это реагируют Как они Заебались Уже Как они На это реагируют Я украинец Отрицательно Нормальные люди В такие структуры Не идут Вследствие чего Государство Повышает им зарплату И туда идут Устраиваться Всякие Гои Что нихуя не умеют И ничего Не представляют из себя Поэтому и такие Ебланы Там Не То есть Я могу понять Ситуацию Да Им пришел Донос Из Москвы Да Какая-то хуйня Бумажка Они обязаны Как я понимаю Да Они обязаны Провести проверку То есть Даже если там нормально Такой адекватный чел Сидит Работает Он не может просто Смять эту бумажку И выкинуть в ведро Он должен Проверить Сходить Блять Позадавать вопросы И так далее Но В то же время Но если ты реально адекватный Ну так Че ж ты ко мне Реально не обратишься Я вот этого не понимаю Идут к родителям Не я понимаю Что там я зарегистрирован Да Но Блять Можешь мне купить Какой-то гараж В Новокузнецке И туда себя зарегать Пусть блять Идут в гараж Нахуй Реально Ну то есть Купить какую-то будку Реально Какую-то заброшенную Ээээ Прописать себя В этой будке Соответственно И все И пусть они ходят В эту будку Блять Реально Будут приходить Такие Что это такое А там гараж стоит И такие просто стучат А там никого нет Все Изи Они просто идут туда Где я прописан Да И записку им повесить На двери сразу Или на гараже написать ФСБ Идите Нахуй И они будут Приходить к гаражу А там надпись Краской Блять Большими буквами Или там Если вы ФСБшник Вот моя телега И юзернем Телеграма Вот чтобы он сразу Блять взял Вот так вот Оп-оп И мне написал Лучше в телегу На номер Российский Там Блять Хуй дозвонишься Я Не пользуюсь почти Но если что Буду придерживать У себя здесь На случай Если захотят Я даже свой номер Блять Пополнил На 5000 рублей Какая-то такая Вот история получается Так что ждем Ждем Но Вы должны понимать Вы должны понимать Что если он Начал работать По доносу От рейхатори То получается Что до них Еще не дошел Донос от Мизулины Да Потому что Мизулина На меня тоже Ведь донос Написала Не дан В генпрокуратуру Но это Немного другое Правильно То генпрокуратура А это ФСБ Там у этих Донос на меня Сейчас уже Лежит Скорее всего Я не знаю Занимаются они Уже или нет Этим И эти тоже Там бегают Блять ФСБ Пиздец Я Ибать Преступник Опасный Я себя Блять Аль Капони Уже каким-то Ощущаю Реально Чисто Дон Королеоне Нахуй Чисто Этот Блять Тони Сопрано Я не знаю Кто я Вахуй Бен Ладан Блять Опасный Человек Ребят Пабло Искабар Скоро В интерпол Объявят Вот именно Причем Ни за что Нахуй Вот просто Ни за что Мне придется Имя и фамилию Менять Назову себя Фимоз Сплит Я не знаю Это вообще Ой блять Не Назову себя Тони Версети И перееду В Майами жить О Не Я себя назову Дмитрий Карпов Не просто так У меня все это было С самого начала Это был знак Блять Пабло Губани Реально Блять Почему ты уверен Что телефоны родители ФСБшники Не прослушивают Нахуй Я все таки считаю Что я не настолько Опасный преступник Чтобы аж Блять Телефоны прослушивать Господи боже мой Ну Ну не Ну это уже Совсем перебор Это уже совсем Неужели в России Настолько Настолько Все хорошо В плане преступности То есть Им совсем нечем Заняться ФСБшниками Вообще нет Преступников Опасных По-настоящему Опасных Ну например В Новокузнецке Что они реально Тратят время Вот на меня На какого-то Сраного стримера Который вообще Блять Не живет В России То есть Там как бы Я так понимаю У них просто Работа Нет и все Настоящих террористов Ловить например Не надо Я так понимаю Преступников Таких там Убийцев Серийных Или что В Новокузнецке Людей не убивают Нет Слишком убедительно Задвигаешь базу А да Так и база Ты у меня такая Соевая немного Не то чтобы она Какая-то Знаете Не то чтобы она Могла вызывать Какую-то опасность Не похуй Или вообще А Ты хуже Мигрантов Которые душат Коренной народ А Да Точно Окей Это ты конечно Молодец Хорошо сказал Да Точно Слушай Точно Да похуй Скоро Трамп победит Да при чем тут Трамп Блять Он же не в России победит Мигранты Которые душат Коренное население Это имеется ввиду Россия Дурак Блять Ой Бля Где-где Комната А там Где-где Комната А там